Всем здравствуйте! Сегодня вашему вниманию обзор такой небольшой антенки Microtik серии из X-Team. Начнем, как обычно, с самой коробки комплектации, что находится в ней. Первое, паспорт номинальный, сама антенна, как видите, вот так вот она выглядит, когда она новая, она, конечно, красивая. Дальше к ней идет поя-инжектор, который питается от соответствующего блока питания. Блок питания у нас 24 вольта, 800 миллиампер. Кроме того, для этой антенны идет специальный кронштейн, который цепляется быстро и хитро, таким образом. И здесь же в комплекте идет специальный металлический хомут для установки этого кронштейна с антенной на какую-нибудь трубу, швеллер или какое-то другое металлическое устройство. Что касается самой антенны, ее внешний вид. Здесь мы видим 5 светодиодов, которые нам говорят о мощности сигнала, приема передачи данной антенны. И также здесь есть небольшой личок, где можно включить кабель по Ethernet, можно вставить флешку для какой-то настройки или прошивки, и можно сбросить на завод. Кнопка сброса на завод или разъемом, так называемый hard reset. Что касается защиты нашей антенны от внешней среды. Компания Microtek поступила очень хитро и не указала класс защищенности от влаги и от пыли. И в принципе есть причины так делать. Как видим, здесь у нас отверстия технологические. Здесь отверстия под какие-то SD-карту. Здесь отверстия под, также не особо защищенные для наших разъемов. Да и сам пластик, честно говоря, оставляет желать лучшего. Он крепкий, но сказать, что он высококачественный я не могу. И примерно через месяц использования вашей антенны в более-менее агрессивной среде, вы получите вот такую красоту. Вот такую красоту. Поэтому всегда, когда вы эту антенну ставите на улице, рекомендуем, хоть это будет, конечно, некрасиво эстетически, замазать герметиками или силиконом все разъемы, которые вы видите, все отверстия, чтобы туда не попадала влага. По температурному режиму компания заявляет от минус 30 до плюс 80 градусов по Цельсию тепла. У нас, к счастью, таких температур в Запорожье не наблюдается, поэтому от минус 20 до плюс 40 антенна работает смело. Естественно, поскольку это Wi-Fi антенна, мы не рекомендуем ее устанавливать в металлических ящиках или корпусах. По дальности данной антенны при выдержке нормального усиления, при настройке нормального угла юстировки данные антенны в режиме моста могут работать до 7-10 километров. Перейдем к настройкам антенны микротик. Антенна микротик – это такая штука, которая может порадовать только инженера, очень любящего свою профессию. В плане настроек, как видите, микротик, на нем можно сделать все, что угодно, но для этого нужно иметь как минимум 4 высших образования. Мы вам не будем показывать никакие настройки, потому что, во-первых, это займет часов 5-6, а во-вторых, не факт, что я вам все смогу рассказать. Вот, к примеру, если есть компьютеры на ПО Windows и ПО iOS, на нем люди работают нормально. Но самые защищенные инженеры любят Linux, то же самое и микротик. Есть нормальные коммутаторы антенны, а есть коммутаторы и антенны микротик. Так вот это вот для этих людей, они специально и созданы. Что у нас здесь в самой антенне? Можно ее настраивать как с помощью браузера, как видите, я сейчас нахожусь на одной из антенн, которая находится в режиме PTP Bridge в браузере, а также можно настраивать с помощью обычного утилиты Winbox, которая идет на борту каждой антенны. В принципе, оно все выглядит одинаково, что браузер, что утилита Winbox. Мы остановимся на браузере. Что мы видим на данной антенне? Мы видим обычный IP-шник, шлюз, маска для IP, идентификатор этого роутера. Дальше для Wireless мы указываем название SIDA, как видите, мы особо не заморачиваемся. Указываем страну, шифруемся и указываем какой-то ключик. Здесь же мы видим, какие уже устройства подключены с помощью нашей антенны. То же самое мы можем найти в любое устройство в режиме CPE и с помощью сканера найти необходимую нам антенну и по нужному SIDA к нему можем подключиться, как это уже реализовано в этой антенне. На этом все. Если вы все-таки решите скупить антенны MikroTik, в первую очередь обращаем внимание на ее герметичность и внешний вид. Ну а второй момент, если вы захотите ее настроить как вам нравится, а это она может вам позволить, тогда придется немножко повозиться с богатым на настройки меню данной антенны. Всем спасибо за внимание.